Добрый день всем! Сегодня у нас пресс-конференция тематическая, всего лишь на один вопрос. Многие кингисепцы, наверное, уже знают, что 18 декабря в городе Кингисеппе будет торжественно открываться ледовая арена. Я хотел бы немного отмотать пленку назад и вспомнить, как мы мечтали об этом объекте не одно десятилетие. Ледовая арена всегда стояла в глазах и мы мечтали, чтобы этот объект был построен для наших детей в городе Кингисеппе и весь Кингисеппский район, все дети Кингисеппского района могли бы заниматься спортом на льду. И благодаря этой идее в 2011 году в конце ноября был заложен камень о вознаменовании проектирования строительства ледовой арены. Прошло буквально полтора года и уже в 2013 году в конце лета был подписан контракт на строительство ледовой арены. И вот уже прошло чуть больше двух лет, мы находимся в 2015 году, в декабре месяц, 18 декабря мы будем открывать ледовую арену. Этот объект построен, несомненно, наверное, в первую очередь отклику и инициативе нашей крупнохимической компании «Еврохим» в лице нашего завода производственная группа «Фосфорит». «Еврохим» поддержал данный проект, за счет собственных средств был запроектирован данный объект, и «Еврохим» принял самую большую долю софинансирования в строительстве этого объекта. Не только самой ледовой арены, ледовая арена это, наверное, ну не половина, это большой объект, но очень много надо было построить инженерной инфраструктуры, которая сегодня создана вокруг ледовой арены. В первую очередь это котельная, это водоснабжение, скважина, это дороги, это коммуникации, уличное освещение и часть благоустройства, которое дело «Фосфорит» также за свой счет. Поэтому «Еврохим» сегодня может четко сказать, если бы не было «Еврохима», то и этой инициативы, наверное, нам было бы очень сложно собрать финансовую конструкцию этого объекта и его построить именно в эти годы. Безусловно, надо назвать цифры, ледовая арена обошлась всем уровнем бюджета, и компания «Еврохим» почти что в 330 миллионов рублей. 100, я назову цифры, прочитаю их, потому что уже не запомнил. 120 миллионов рублей, это небюджетные средства ООПГ «Фосфорит» компания «Еврохим», 70 миллионов рублей непосредственно на строительство объекта, 50 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в районе ледовой арены, это о чем я сейчас говорил. 140 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 98 миллионов рублей – средства бюджета Ленинградской области, и 20 миллионов рублей – это средства бюджета Кенгисевского муниципального района. Поэтому данный объект имел очень хорошую пропорцию финансирования и был построен как раз за счет средств «Еврохима», за счет средств Министерства спорта Российской Федерации, областного бюджета и Кенгисевского района. То есть, поэтому он и состоялся, потому что из четырех уровней бюджетов мы смогли выделить финансирование, и объект открылся. Сама конструкция ледового арены – это современная ледовая коробка, соответствующая мировым стандартам, европейским стандартам, 29 на 60. Поэтому наши спортсмены, и дети, и юноши, и взрослая команда хоккея будут заниматься на соответствующем поле, и им не надо будет перестраиваться и привыкать к каким-то другим размерам, потому что размеры есть разные. Это стандартный спортивный размер, тот, который мы смотрим по телевизору. Помимо занятий хоккея, конечно, мы будем поддерживать и развитие фигурного катания, но прежде всего хочется сказать, что ледовая арена построена для наших детей. Это полноценная детско-юношеская спортивная школа, можно так назвать, которая будет работать. Сейчас мы выстраиваем всю конструкцию, чтобы наши спортсмены работали под единой вертикали, собирали тренеров уже не один раз, еще будем собираться, наверное, и в канун Нового года, и после Нового года, чтобы тренировочные процессы все шли слаженно, сбалансировано, чтобы весь лед был справедливо поделен и расписан между всеми командами, между возрастами, которые будут заниматься на ледовой арене. Ну и время доставалось и фигурному катанию, для развития фигурного катания. И уже в бюджете Ингисепского района заложено финансирование и поддержка развития спорта на льду. А в 18 декабря, который уже будет буквально через несколько дней, пятница будет практически завтра, время летит очень быстро, благодаря, опять же, Еврохиму, нашему заводу фосфорит, сделана очень серьезная культурно-развлекательная программа в день открытия объекта. 18 декабря, пятницу, в 2 часа, начинается торжественная часть открытия ледовой арены, и все праздничные мероприятия продлятся до 19 часов 30 минут. Все анонсы будут отражены из средств массовой информации, в интернет. Я сейчас даже не берусь зачитать, на двух страницах Еврохим выделила финансирование и определила организатора этого мероприятия. Будут развернуты большая и малая сцена, будет очень много интерактива, конкурсы, фотографии со знаменитостями, как в хоккейном спорте, так и в фигурном катании. А все это закончится очень серьезным, интересным лазерным шоу, которое будет уже в завершении празднования. Также хочется обратиться ко всем кинесецам с просьбой, откликнуться к нам с пониманием, так как ледовая арена у нас строилась для... Это не творец, это арена. Соответственно, посадочных мест в ледовой арене очень мало, они ограничены. Проектное решение это 238 посадочных мест. На самом деле у нас будет чуть-чуть больше 200, потому что кресло пришлось снять, чтобы разместить соответствующее оборудование. И в три этапа около 700-800 человек, у кого будут пригласительные, смогут зайти внутрь ледовой арены и увидеть ее братство, увидеть там некоторое шоу. Все кингисекцы, пришедшие на открытие ледовой арены, будут не менее заинтересованы и увлечены программой, которая будет проходить на улице. Поэтому мы очень просим заранее понять ситуацию, что, конечно, всех желающих именно в этот день в арену попасть не смогут. Это практически нереально. Но зато есть хорошая новость. Буквально 18 числа у нас открытие. Через два дня, 21 числа, мы откроем ледовую арену для всех желающих покататься на коньках и посмотреть, как устроена сама ледовая арена. 19 и 20 число уйдут на демонтаж всего оборудования, которое было на празднике. Также будет смонтировано то оборудование, недостающее, которое было демонтировано, чтобы был безопасный лед. И с 21 числа, 21 декабря по 10 января включительно компания Еврохим и администрация Кингисепсского района дарят бесплатное катание кингисепсам в ледовой арене. Это больше 20 дней. Я думаю, что за эти дни пройдут не сотни, а тысячи людей, которые получат удовольствие от катания или просто от того, чтобы посидеть в ледовой арене и посмотреть, как катаются дети, внуки. Просто хорошая музыка и прекрасное настроение. Поэтому мы приглашаем кингисепсам посетить ледовую арену. Праздничные дни, новогодние дни, тем более будет очень много выходных. Расписание проведения мероприятий также будут все доступны. Во всех средствах массовой информации я прошу телевидения в бегущей строке также отражать эту информацию, чтобы инвесекции получили удовольствие, чтобы у нас не...